Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Инсайдер раскрыл подробные спецификации камеры Huawei Mate 30 Pro. Список характеристик, готовящихся к анонсу флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, продолжает пополняться новыми подробностями. Вслед за первой утечкой спецификации модуля основной камеры аппарата, в сети появились более подробные детали о возможностях съемки будущей новинки. По данным инсайдера, опубликовавшего сведения в своем твиттер-блоге, Mate 30 Pro будет иметь основной 40-мегапиксельный сенсор с изменяемой диафрагмой. Модуль оснастят собственной разработкой Huawei с особым цветовым фильтром, использованным ранее в модели P30 Pro. По данным источника, в качестве фотообъектива новинка получит специальную кинооптику, обеспечивающую качественное изображение при съемке видео. Второй 40-мегапиксельный сенсор с линейным размером получит широкоугольное стекло с углом обзора 120 градусов, а вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор с перископическим объективом обеспечит съемку с 5-кратным зумом. Одна из ранних утечек также свидетельствовала о наличии TOF-сенсора. Предположительно, флагманский аппарат будет построен на базе 7-нанометрового процессора Kirin 985 и будет оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт ПЗУ. Презентация Huawei Mate 30 Pro ожидается осенью текущего года. Работающие Samsung Galaxy Note 10 Plus показали на видео. Накануне презентации о Samsung Galaxy Note 10 Plus известно практически все, но в сети продолжают появляться новые подробности о будущей новинке. На этот раз работающий аппарат засветился на живом видео в руках реального пользователя. Источником утечки стал авторитетный инсайдер Ace Universe, известный высоким процентом достоверности публикаций. Внешний вид гаджета совпадает с опубликованными ранее пресс-рендерами и макетами. Смартфон оснащен фронтальной камерой, вырезанной по центру верхней части дисплея и портом USB Type-C на нижней грани корпуса. Тыльная сторона устройства скрыта защитным чехлом. Подтвердить дизайн модуля камеры будущей новинки автору видео не удалось. Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Note 10 получит 6,3-дюймовый дисплей динамиком OLED с поддержкой стандарта HDR10+. Аппарату также приписывают процессор сным Dragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью на 3600 мАч. Презентация Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus состоится 7 августа. И теперь хорошие новости для обладателей Xiaomi и Redmi. В предстоящем обновлении прошивки MIUI 11 разработчики пообещали внести ряд улучшений по части производительности, а также пересмотреть алгоритм выдачи рекламы. Инсайдерам удалось выяснить, когда именно компания планирует представить новую прошивку, а также получить список смартфонов, которые получат долгожданный апдейт. Согласно свежей публикации в Twitter-блоге, релиз MIUI 11 состоится в период с 15 по 19 августа. Презентация новой прошивки состоится с 9 по 12 сентября, а первые стабильные версии появятся в октябре. MIUI 11 будет совместима с большим количеством процессоров Qualcomm и Mediatek. Среди чипов Snapdragon поддержка фирменной оболочки заявлена для моделей, которые вы можете увидеть у себя на экране. Семейство Mediatek ожидается совместимость с процессорами Helio G90, P35, P22 и A22. Не забыли Xiaomi и о собственном чипе Surge S1. Опубликованный список поддерживаемых устройств Xiaomi и Redmi для установки MIUI 11 выглядит так. Позже всех MIUI 11 могут установить пользователи таких смартфонов, которые вы можете увидеть на экране. Выход прошивок для этих устройств компания представит лишь после апдейта указанных ранее моделей. Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят на этой неделе. Вслед за недавним анонсом Realme дату выпуска своего смартфона с 64-мегапиксельной камерой объявил и бренд Redmi. Сначала название будущей новинки подтвердили глава компании, а затем в сети появился и первый тизер с датой презентации гаджета. Отвечая на вопросы пользователей социальной сети Weibo о планах по выпуску Redmi Note 8, Лю Уэйбин заявил, что аппарат будет намного сильнее конкурентов. Чуть позже в сети появился тизер с датой анонса аппарата. Redmi представит новый смартфон уже 7 августа. Индийский инсайдер Mukul Sharma также сообщил о готовящемся релизе старшей модификации устройства под названием Note 8 Pro. Он утверждает, что смартфон получит значительный апгрейд по сравнению с предыдущей моделью, но и цена устройства будет выше, чем у предшественника. Несмотря на отсутствие детального списка характеристик, уже известно, что аппарат получит модуль камеры с разрешением основного сенсора 64 мегапикселя. На это указывает слоган Image of the Future. Дата анонса, скорее всего, выбрана не случайно. Ранее о намерении представить аппарат с камерой на 64 мегапикселя объявила компания Realme, которая проведет презентацию 8 августа. Судя по всему, Redmi намеревается стать первым брендом, который анонсирует инновационный гаджет. Подробные спецификации, модель сенсора и цена загадочного устройства пока не объявлены.